Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня в нашу студию на кухню правозащитного центра «Весна» зашли и заглянули известные правозащитники Евгений Вжовтис из Казахстана, который является председателем Совета Бюро по правам человека, и Олесь Беляцкий, председатель правозащитного центра «Весна», вице-президент Международной Федерации по правам человека. И сегодня мы хотим поговорить о правозащитниках, о правозащитном движении на постсоветском пространстве, о тех условиях, в которых работают сегодня правозащитники, о тех новых вызовах, которыми они сталкиваются. И сегодня наши гости не только правозащитники, но также, к сожалению, люди, которые за свою правозащитную деятельность были лишены свободы в свое время. И поэтому вдвойне, я думаю, будет интересно поговорить об их личном опыте правозащитной деятельности в разных частях бывшего Советского Союза. Ну и, наверное, сразу я обращусь к нашему гостю, к Евгению. Какова ситуация с условиями работы для правозащитников сегодня в Казахстане? Какие там вызовы для правозащитной деятельности и для правозащитников? Ну, вы знаете, я думаю, что правозащитное движение в Казахстане очень трудно отрывать от правозащитного движения в постсоветском пространстве в целом. Оно вообще ведь выросло еще из советских диссидентов, потому что начиналось в каком-то смысле создание московской хельмской группы во второй половине 70-х годов с отдельных людей, которые пытались через мониторинг, который назывался «Хроника текущих событий», виде журналов, различными другими действиями, призывать к соблюдению прав человека в советское руководство, за что, соответственно, подвергались преследованиям, оказались в тюрьмах, в психиатрических лечебницах и так далее. Потом распад Советского Союза, конечно, привел к некому оживлению в этой сфере, к появлению более легальных возможностей как-то этой правозащитной деятельностью заниматься. Я даже больше того скажу, что мне кажется, что современное гражданское общество, большинство всех стран подсоветского пространства представляет из себя такие институтизированные формы диссидентства. Диссидентам разрешили зарегистрироваться кое-где, начать работать, давать интервью, выступать более-менее публично. Во всем остальном они в каком-то смысле существуют в том же безвоздушном пространстве, поскольку политические режимы на постсоветском пространстве, как известно, ранжируются от диктатур, к которым относятся бесспорно Туркменистан и в какой-то степени Узбекистан, до чуть более таких мягких форм авторитаризма, вроде Кыргызстана и других государств. Поэтому в Туркменистане правозащитников нет просто по определению, то есть они либо в тюрьмах, либо в эмиграции. В Узбекистане их очень немного, и они не институтизированы практически за редким отключением. Соответственно, Казахстан – это такая мягкая форма авторитаризма. Да, в Казахстане правозащитники могут существовать, да, правозащитные организации зарегистрированы, да, власти с ними ведут какой-то диалог, но возможности их крайне ограничены, потому что для правозащитников крайне важно обращение к обществу. Для того, чтобы сейчас к обществу нужно независимые СМИ. Если вы не имеете независимых СМИ, которых у нас нет, то есть радиотереведения в Казахстане независимого нет уже с 1997 года, и не было после этого никакого. Есть немножко печатных средств мастер-кровации, охват которых, конечно, достаточно узок, ну и, соответственно, социальные сети, но это немножко другое. Поэтому правозащитники есть, они мониторят ситуацию, они пытаются что-то делать, но в целом общий контекст, он ведь в значительной степени не улучшается. Мы продолжаем существовать в рамках репрессивного законодательства. Наши институты постсоветские, прежде всего, органы национальной безопасности и прокуратура, органы национальной безопасности продолжают выполнять функции политической полиции со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть мы существуем в немножко более щадящей среде, но это при отсутствии политического плюроризма, при отсутствии независимых СМИ и при отсутствии институтов, особенно независимого суда, все это создает вот такие... мало чего можно добиться. И в ряде случаев это кончается заключением, как и арестами. Буквально на прошлом месяце у нас было арестовано еще трое. Гражданских активистов и правозащитников и лист политзаключенных, который мы ведем, с участием правозащитников потихонечку, к сожалению, растет. Олесь, ну Беларусь как бы тоже вписывается, к сожалению, этот общий контекст постсоветский сегодняшний, но который, как сказал Евгений, может где-то чуть лучше, где-то он еще хуже и более жесткой формы авторитаризма, мы можем назвать там Туркменистан, Узбекистан. Что вот касаемо Беларуси, можно сказать? Ну, я хочу сказать, что у нас ситуация, да, в чем-то похожа с постсоветскими странами, в которых сохранился или развился авторитарный режим. И мы тут на самом деле как бы стоим в одном ряду с Азербайджаном, с Россией, с Казахстаном, в какой-то степени с Киргизией, потому что тенденции последние там тоже очень нехорошие по отношению к правозащитникам, к правозащитному движению. Но с другой стороны, у нас есть также, например, наш сосед Украина, которая сейчас не является там еще членом Евросоюза, но избрала в связи с изменением политической ситуации европейский курс. И, конечно же, мы видим, что наши коллеги украинские работают в совсем другой ситуации по сравнению с нами, у них значительно больше возможностей. Почему? Ну, наверное, потому, как сказал Евгений, на самом деле изменился политический струй. Молдова, наверное, тоже, да? Молдова, естественно, да. Это вот этот поиск, как бы, восточноевропейских стран, в которых правозащитники имеют другие возможности для работы. Я уже не говорю про наших бывших соседей по Латвии и Литве по Советскому Союзу, которые сейчас практически стандарты сохранения прав человека значительно выше, чем во всех других постсоветских странах. Хотя везде есть проблемы, конечно. И вот эти условия работы на самом деле создают достаточно много опасностей для работ правозащитников. И я рассматриваю это как все-таки процесс, учитывая, что мы занимаемся правозащитой достаточно давно. И процесс этот идет, он идет неровно. И мы видим, как, например, в некоторых странах какое-то время Азербайджан вступал в Союз Европы в 2005 году, и там условия для работы правозащитников улучшились. Но вот авторитарные тенденции, которые начали развиваться в последние годы очень стремительно в Азербайджане, привели к тому, что несколько наших коллег, причем наиболее активных, наиболее известных, попали в тюрьму правозащитников. И была остановлена работа правозащитных организаций, и преследование гражданского общества там находится сейчас на очень высоком уровне. И я тоже вспоминаю, как мы, разговаривая между собой, всегда говорили лет 5-7 назад, что нашим коллегам из России работать легче, чем нам. У них было больше возможностей выхода на аудитории, например, студенческие, ученические. Они готовили пособия по правам человека для школ, университетов, других. В тюрьму доступ был. Да, была развита сеть, и она сейчас формально остается, эта сеть. Омбудсменов, например. Советов, опять же. Советов по правам человека самых различных. Но ролью сейчас становится все меньше и меньше. Почему? Опять же, потому что мы видим, что авторитарные тенденции в России в последние годы стремительно развиваются. Это очень сильно ограничивает и оказывает влияние на деятельность правозащитников. Хочешь, не хочешь, наша деятельность политизируется, она воспринимается как какие-то политические действия. Да, и причем БСКО политизируется властями. Власти не доверяют правозащитникам и начинают применять активно репрессивные методы, так как это было на самом деле в Советском Союзе в 70-е и 80-е годы. Поэтому работа такая достаточно экстремальна, и сравнить можно условия нашей работы, наше существование, разве что с независимыми журналистами. Вот я всегда это сравниваю, потому что, в принципе, уровень давления на правозащитников и независимых демократических журналистов, он сохраняется где-то одинаково. Власти не любят гласности, авторитарные власти не любят критики своих действий, естественно, и те, и другие получают повреждения. Ну и действуют, и те, и другие в общественном интересе. Так. Поэтому не почему-то похоже. А вот, Евгений, вы говорили, да и Олеся вспоминала, собственно, про советы омбудсменов, то есть, в некотором смысле получается, что вроде бы, как национальные какие-то институты созданы, там, скажем, в России, в других местах, в Казахстане есть какие-то диалоговые площадки. Все-таки возможности донести хотя бы до власти, тем, кому мы, в общем-то, всегда и апеллируем, с требованиями исправления каких-то там ситуаций и так далее. Есть такая возможность, может быть, и это все-таки дает возможность как-то влиять и как-то все-таки продвигать интересы правозащитных организаций в целях защиты прав человека? Нет, какие-то возможности, конечно, есть, тем более, что, как говорил Олесь, мы давно в этом движении, то есть, есть определенный уровень признания, есть определенный уровень представления, есть определенный статус, как бы там ни было. То есть, власти все равно признают существование прозащитников, особенно если вы придерживаетесь последовательно своих принципов и работаете достаточно в таком четком режиме, организованном и профессиональном, то все равно они вынуждены как-то прислушиваться. Другой вопрос, что мы имеем дело с авторитарными режимами. Их политическая натура и политическая природа, она не мотивирует их сильно к защите прав человека. Они больше руководствуются прагматичными соображениями собственного сохранения и удержания власти. Поэтому борьба с независимыми журналистами и правозащитниками плюс политической оппозиции связана с необходимостью удержать власть. То есть она их мотивирует на это. Но одновременно власть неоднородна. То есть одновременно различные идеологические, политические, прагматические соображения иногда их подвигают к каким-то шагам, которые находятся в русле наших правозащитительных устремлений. Моя позиция и многие произведения в Казахстане, что если есть возможность диалога, надо разговаривать. Потому что альтернативы другой нет. Я недавно написал статью под названием «Свалить, сменить или». То есть если мы не в состоянии конституционными методами изменить эту власть авторитарно-демократическую, потому что у нас нет человеческих ресурсов, нет политических возможностей, все механизмы, все зачищено, выборы не являются выборами. То есть мы сменить ее не можем. То есть это реальность. Вариант второй – это свалить. То есть покинуть страну и пытаться где-то найти свое место в другой стране и просто жить уже другими интересами, интересами собственной семьи или себя самого. Если это не является, во-первых, таким стимулирующим фактором уехать, и с другой стороны, пока еще ситуация не вынуждает это сделать, потому что иногда желания уехать мало, надо еще успеть. Да, бывают такие ситуации. Поэтому остается или. То есть имеется в виду или что. То есть какие альтернативы. И дальше альтернативы пытаются делать то, что должно быть, что будет, используя эту поговорку. Пытаться продолжать отстаивать те ценности, которых ты придерживаешься, использовать любые площадки, которые власти создают, даже если они их создают для пиара или для чего-то. Потому что все равно это возможность чуть больше достичь, больше аудитории, получить информацию от них обратно, хотя бы в чем-то попытаться подискутировать и продолжать отстаивать то, что ты отстаиваешь. Одновременно работая с обществом и пытаясь в этом обществе, так сказать, находить союзников, как, впрочем, их можно в той или иной степени, даже если прагматически соображены, находить в власти. Поэтому все вот эти механизмы, амбусмальные, комиссии поправчекали, те диалоговые площадки, о которых я рассказывал, которые у нас созданы, в такие достаточно модернизационные формы, они все равно, с моей точки зрения, ограничены существом политического режима. Поэтому просто пытаешься работать в режиме общественной политики, как искусство возможно. Олесь, но у нас, в отличие от Казахстана и той же Российской Федерации, в принципе, таких инструментов нет, по крайней мере, пока. Но можем ли говорить, что мы все-таки каким-то образом можем и влияем на политику государства, области прав человека? И как мы-то, в общем-то, у нас получается это делать или не получается? Ну, у нас ситуация, на самом деле, более черно-белая, более контрастная, сказал бы, потому что, на самом деле, контактов между гражданским обществом, тем более правозащитниками, как такой наиболее активной части, это гражданское общество и властями, они были минимальны последние 15 лет, разве что так, можно сказать. Но, когда мы начинали свою деятельность, я тоже помню, что у нас были какие-то мероприятия, на которые мы приглашали и членов Конституционного суда, и членов Центральной избирательной комиссии, мы пробовали как-то найти вот возможность для изменения избирательного законодательства. В 2001 году мы встречались среди Михаиловна. Да, но, к сожалению, 2003-2004 год был разгром нескольких сотен общественных организаций, у них была забрана регистрация, в том числе и правозащитного центра «Весна». После этого введена уголовная ответственность за деятельность имени незарегистрированных регистраций, мы сейчас практически работаем полулегально, нелегально. Ну и прямо скажем, под угрозой уголовного преследования. Вот такая в какой-то степени парадоксальная ситуация, но вот она только что есть, то и есть. И в этой ситуации, конечно же, для нас стала приоритетом работа с гражданским обществом, мониторинг ситуации с правами человека, распространение этой информации как в Беларуси, так и за границами Беларуси, и работа, конечно же, с международными механизмами по сохранению прав человека, по исполнению, скажем, тех обязательств, которые, международных обязательств, которые Беларусь взяла на себя, подписав те или другие документы. Вот. И нужно сказать, что да, через эти механизмы, через механизмы ОБСЕ, организации объединенных наций, через контакты с Европейским Союзом, с международными правозащитными организациями, мне кажется, мы все-таки доводим свою точку зрения и свои какие-то мысли белорусских властей опосредственно, не через прямые контакты. Ну, освобождение предзаключенных по списку, которые мы ставили именно в нашей организации, наверное, там яркий пример. Да, и мне кажется, конечно же, имея в виду, посмотрим, как дальше будут развиваться события в Беларуси, вот, учитывая то, что сейчас освобождены политические заключенные, и в ответ Европейский Союз снял персональные санкции против чиновников. Перестановил, да, заморозил, значит, эти санкции против некоторых чиновников, виноватых в массовых нарушениях прав человека и фальсификации выборов. Вот, посмотрим, но хотелось бы как-то иметь в виду, хотелось бы сделать так, чтобы эти диалогы, эти контакты, которые возможны, может быть, по крайней мере, мы тоже заявляем, что мы готовы к этому диалогу, чтобы они имели более-менее, ну, какой-то честный, искренний характер. Потому как очень часто контакты с неправительственными организациями власти используют в своих целях, чтобы показать, что вот сделать такой вид фасадной демократии, имитацию каких-то процессов, например, там, демократических, но в то же время не меняя по существу ничего в своей практике действий. Без чуткой повестки. Поэтому, да, надо, как бы, быть в этом плане очень трезво смотреть на эти вопросы и не дать использовать себя в этой ситуации. Да, ну, видим, что, как бы, условия, в принципе, с большего-то схожи. Где-то там чуть больше возможностей для каких-то действий, в каких-то странах их меньше. Но я вот сейчас хотел про другое поговорить, про вызовы новые, да, потому что вызовов мы можем, наблюдаем довольно много, как внутренних, так и внешних, потому что, ну, вот сейчас теракт в Париже, да, в общем-то, это такой серьезный вызов, угроза террористическая. Она в том числе вызов и для прав человека. Еще и потому что это всегда приводит к росту таких, скажем, ксенофобских настроений, к тому, что появляется там, возрастает еще сильнее исламофобия, всегда называется виновные в этом, и, как бы, это тоже вызов для правозащитников. Вот я бы хотел сейчас, может быть, спайтер порассуждать про внешние, более глобальные новые угрозы и, может быть, внутренние, вот, Евгений. Ну, я думаю, что угрозы начались, наверное, даже не с терактов в Париже, а с 2001 года. Нет, это как пример. Так, это как классический такой, классический вызов, это 2001 год, соответственно, события в США, и после них начало борьбы с терроризмом, который, естественно, сопровождается наступлением на права человека, особенно связанные с вопросами миграции и с вопросами частной жизни, защиты частной жизни, частной информации и так далее. То есть, это было очевидно. Но я добавлю, это одни вызовы, да, которые, в принципе, вызовы не только на постсоветском пространстве, но в общемировом масштабе и правозащитники многих стран, не только постсоветские, отмечают вот это давление и наступление на политические права и гражданские свободы, связанные с борьбой с терроризмом. Нужно посмотреть еще на один момент, связан с оранжевыми революциями и позднее с арабскими веснами, которые существующие авторитарные диктаторские режимы на постсоветском пространстве рассматривают как угрозу их собственному существованию. И они рассматривают это в русле пришедших в советское время концеприологических теорий, которые предлагают, что все это заговор Запада против их, так сказать, права править своими странами. В результате, кто объявляется главными врагами общества и государства, являются гражданские общества и правозащитники, так называемые пятые колонны. На фоне антизападной риторики и на фоне, так сказать, будем говорить так, увязывания это с любыми формами финансирования или поддержки какой-то правозащитной деятельности. То есть это приводит, во-первых, к давлению на правозащитное сообщество везде, доходя до совершенно таких весьма экзотических форумов, которые начали реализовывать в России, прежде всего. То есть эти российские законы о нежелательных организациях, иностранных агентов и прочее, 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 прочее. То есть типичная риторика технологии и механика советского прошлого в новых условиях, в новом витке развития, в новых формах. Да, в новых формах. То есть они тоже развиваются. И Россия тут создает определенный тон, который такими волнами распространяется, конечно, на соседние страны. И поэтому я думаю, что вот эти вызовы еще добавляют пикантности в ситуацию с правозащитниками. Еще на один тренд я бы хотел обратить внимание. Я его называю следующим образом, что в современном мире у демократии прав человека и у верхнего места права есть 34 врага. Это нефть, газ, война с терроризмом и геополитические соображения. И вот, к сожалению, у меня ощущение складывается такое, что и тот самый Запад, который, в общем-то, призван в силу того, что он более всех продвигал эти идеи и ценности, призван на этом стоять. Он потихонечку начинает ими подторговывать, если не сказать более грубо, достаточно цинично относиться в силу экономических, геополитических соображений, война с терроризмом. В некотором смысле мы возвращаемся к двуполярному миру, а это очень нехорошо было. Это прав человека всегда. Это очень нехорошо, но не просто двуполярному, а еще и очень обремененному политической торговле. И вот это, конечно, для правозащитников, которые, в принципе, защищают фундамент, фундаментальные ценности, сформулированные после Второй мировой войны, это представляет еще одну серьезную, если хотите, ценностную угрозу. Потому что ценности начинают подрываться, и ключевые фундаментальные понятия свобода, права человека, верховенство права перестают их, в хорошем смысле слова, сакральное значение нести, а превращаются в политическую риторику или политические инструменты. Это еще один вызов, который касается не только правозащитников по советскому пространству, но и гражданских обществ, всех самых развитых демократических государствах. Ну да, я тут абсолютно согласен с Евгением, что такие подходы, конечно, очень часто нивелируют суть прав человека. И в советские времена говорили, что у вас нет свободы в Советском Союзе, а наши отвечают, что у вас негров линчуют. Это как бы и то, и то правда, в общем-то, было, собственно говоря. Но это я к тому, что всегда, когда существует, возвращается мир к глуполярным каким-то вещам, а на постсоветском пространстве это сейчас очень четко видно, это всегда можно таким приводить. Ну и война с Украиной, в Украине, это, в общем-то, наше соседнее государство, это, наверное, тоже определенный вызов, в том числе и для правозащитников. Да, безусловно. Если ситуация геополитическая начинает шататься, а мы находимся сейчас на разломе на определенном, вот, и на самом деле война около границ Беларуси, с Украины 150 тысяч беженцев за два года приехало с Украины, это серьезные вот такие цифры. И, конечно же, это оказывает влияние на ценность самих прав человека, потому что геополитические интересы выходят на первый план. Причем, если мы видим такую достаточно агрессивную и несбалансированную внешнюю политику России, вот все очередные кризисы, сейчас кризис Турции опять показывает, в какой степени это все не договаривается, не решается каким-то договорным путем, а просто языком ультиматумов, так сказать, и ограничений, вот, то, конечно же, это, безусловно, оказывает влияние на соседей, на соседей России, Украины, вот, потому что мы являемся соседями России и Украины. И становится тревожно, вот, в какой степени, например, ценности прав человека в нашей ситуации могли бы быть сохранены или даже в этой плохой ситуации, в которой мы их не могли долгое время реализовать, вот, или куда дальше пойдет вот это развитие. Вот, и, ну, после освобождения политзаключенных, нужно сказать, что ситуация у нас в какой-то степени, ну, замерла, вот, все ждут, да, все ждут, а что будет дальше, никто ничего не делает и нету никаких, как бы, конкретных шагов дальнейших, вот, ну, и тревожно становится, что ситуация вот этого оккупирования, скажем так, какой-то проблемы, она выгодна всем, в какой-то степени, на самом деле, и Евросоюзу, потому что есть более серьезные злободневные проблемы, вот, выгодны белорусским властям, потому что, опять же, они не меняют существо своей системы, и решив там одну, скажем, или две маленьких, ну, относительно, скажем так, незначительных проблем, сама система законодательных ограничений, например, или отношений к общественным организациям, кровозащитным организациям, она остается такой же, какой и было, вот, и, конечно же, нам важно добиваться изменений в лучшую сторону и пробовать решать эти проблемы через диалоговую площадку, через интенсификацию, скажем так, наших партнеров в Европейском Союзе, не общественных правозащитных организаций в Европейском Союзе, с тем, чтобы требования и диалог, скажем так, по демократизации ситуации в Беларуси, он продолжался, чтобы он не остановился в такой непонятной форме и неопределенной форме, в которой он есть сейчас, потому как нерешенность проблемы, она всегда оставляет шансы возвращения или еще ухудшения ситуации по сравнению с тем, как она есть или какое она была. И примеры той же России, про которую мы говорили, или Азербайджан, он показывает, что это ухудшение, откат может быть очень значительным. Поэтому перед нами, ну, стоят серьезные такие проблемы по комплексному изменению, скажем, ситуации с правами человека в Беларуси, насколько мы сможем их решить. Я думаю, что перспективы тут есть какие-то, но мы должны очень будем сильно постараться, причем постараться объединиться самим, вот, и объединить всех, все заинтересованные силы, которые были бы заинтересованы в улучшении ситуации с правами человека в Беларуси. Ну что ж, на этом, я думаю, мы будем завершать нашу сегодняшнюю программу. Я хочу поблагодарить еще раз Евгения и Олеся за за этот интересный разговор, и да, вызовов очень много, и мы все знаем, что, к сожалению, на постсоветском пространстве наблюдается такой серьезный регресс в области прав человека, и это то, с чем мы должны, в общем-то, сейчас каким-то образом этому противостоять, продвигая ценности прав человека на наших постсоветских странах. Спасибо и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok